В масштабе всей планеты наш город не самый большой, не самый известный, не самый красивый. Но эта открытка, согретое тепло моей любви к родному городу, станет частью огромной мозаики, рассказывающей об истории, культуре, людях моего города. Елизавета Кривоносова, учащаяся гимназии номер 4 города Бреста, в подобных мероприятиях участвовала не раз. Однако рискнуть и попробовать свои силы в университетском конкурсе ей было нелегко. Признается, что хобби – отправлять с открытки в разные страны, тем самым прославлять наш город сыграло на руку. Это и оказалась тема ее выступления. Гимназистка также считает, что умение красноречиво говорить – это искусство. Можно отлично знать математику, считать в уме гигантские числа, но при этом плохо говорить. Это, мне кажется, очень хороший навык, потому что даже при устройстве на работу во всех сферах жизни ты говоришь. Вся наша жизнь – это наш разговор друг с другом. Поэтому я считаю, что в нашем современном мире, когда наш разговор постепенно заменяется текстовыми смс, эмайлами, очень важно уметь красиво себя преподнести, красиво разговаривать. А что касается конкурсантки под номером 6, студентки второго курса специальности «Русская филология» Брестского государственного университета имени Пушкина, Жанны Островской написание текста для публичного выступления не составило труда. Она с легкостью сумела подобрать те слова, которыми выразила свое трепетное чувство к городу над Богом. В своем выступлении я рассказывала о своем самом ярком воспоминании детства, с которым у меня впоследствии возникла мечта поступить в этот университет, о своем первом, наверное, романтическом чувстве, которое возникло у меня именно в этом месте, которое я описывала в своем выступлении. И просто хотела поделиться со всеми своими чувствами, впечатлениями. В очередной 16-й раз физики и биологи, юристы и историки, географы и филологи, а также учащиеся различных учебно-образовательных учреждений нашего города боролись за звание мастера слова. Мастер слова – человек, которого отличает грамотность, нестандартность высказывания, умение держаться на сцене и оппонировать, находить контакт с публикой посредством невербального общения. Таковых молодых людей, казалось, немало. 24 человека боролись за звание лучшего ритера 2019 года. Конкурс «Мастер слова» – славная традиция нашего университета, которая объединяет талантливых студентов и учащихся города. Каждый человек на этой земле должен владеть словом, уметь грамотно излагать свои мысли, уметь убеждать. Думаю, что сегодня мы сможем убедиться в красноречии молодых людей. А удостовериться жюри в ораторских качествах молодых людей, для которых главное оружие – речь с определенной поэтической выразительностью, удалось благодаря нескольким этапам конкурса. Выступлению с заранее подготовленным текстом на тему «Брест исторический, героический, культурный», конкурсу парных дебатов и ситуативных высказываний. «Цель этого конкурса – привлечь молодежь к красоте слова. Русского, белорусского. Для того, чтобы быть успешным гражданином, работником, необходимо уметь красиво говорить. Вы помните слова Владимира Шефнера. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Поэтому конкурс набирает популярность». Победители университетского конкурса отправятся представлять Брещину на международном конкурсе ораторского мастерства «Цитирони», который пройдет в столице нашей республики в мае на базе Академии МВД Республики Беларусь.